Встреча с Великой Отечественной войны Встреча с Великой Отечественной войной Встреча с Великой Отечественной войны 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 война явилась продолжением первой мировой войны генетически они связаны обе войны раз были развязаны империалистическими блоками с одной стороны это германский блок с другой стороны это блок возглавляемый англосаксонскими странами великобритании соединенными штатами и их союзниками и в первой во второй мировой войне речь шла о геополитическом переделе мира советский союз явился во второй мировой войне дополнительным раздражителем для обоих блоков потому что они были настроены ну потому что советский союз являлся идеологическим противником обоих блоков и фашистского блока да и страны западной демократии тоже как говорится были в противостоянии с советским социалистическим государством и вот в связи с этим вторая мировая война началась как и первая мировая война между борьбой между двумя блоками но однако когда германия фашистская германия вероломно напала на нашу страну 22 июня 1941 года война начинает приобретать совершенно другой характер приобретать справедливый освободительный характер и вот благодаря советскому союзу благодаря его значит красной армии и всему советскому народу значит произошел перелом во второй мировой войне таким образом в борьбе двух противоборствующих блоков капиталистических империалистических государств советский союз явился общим раздражителем но с другой стороны именно советский союз явился главным значит участником в разгроме фашистского блока и он является главным победителем во второй мировой войне что пытается оспорить на западе в ходе второй мировой войны и великой отечественной сталинградская битва занимает одно из центральных мест потому что именно в сражении на волге произойдет коренной перелом в ходе второй мировой и великой отечественной войны дело в том что сталинградская битва заняла очень большой временной промежуток, 6,5 месяцев, 200 дней и ночей шло сражение на этом участке фронта. Значит, если в 1941 году гитлеровцы надеялись закончить войну захватом наших основных центров и прежде всего Москвы, но потерпели поражение в битве под Москвой, то к лету 1942 года ситуация вновь ухудшилась для Советского Союза и возникла ситуация благоприятная для нового наступления германского вермахта, который на этот раз повел наступление не по всему фронту, как в 1941 году, а сосредоточил основные усилия на южном фланге противоборствующих сторон. Так называемая операция Блау или Брауншвейг была нацелена на то, что гитлеровское командование хотело захватить прежде всего кавказскую нефть, потому что это была война моторов и гитлеровцам не хватало нефти. Во-вторых, они хотели отрезать центральную Россию, центральную часть Советского Союза от плодородных земель, от сырьевых районов юга, это не только Украина, это Дон, это Северный Кавказ, это Нижнее Поволжье, и тем самым, значит, привести к ослаблению Советского Союза, отрезать его от внешнего мира, и затем, в случае успеха, они могли получить кавказскую нефть и выйти на Средний Восток, где хотели соединиться с африканским корпусом Роммеля и продолжить наступление на Индию. А в Советском Союзе они бы повернули свои войска вдоль Волги, значит, вверх по Волге, отрезая центральную часть Советского Союза от главных оборонных наших районов, от Урала и Сибири. И таким образом хотели завершить победоносно в 1942 году войну. Но, однако, гитлеровцы, как и в 1941 году, так и в 1942, они просчитались. Их планы были рассчитаны на то, что Советский Союз, потеряв значительные силы в 1941 году, ну и в том числе и зимой 1941-1942 годов, не сможет в 1942 году противостоять превосходящим пока еще силам германского вермахта. Но, и вот, значит, наступая на южном фланге, они воспользовались поражением советских войск. Не очень удачные операции были весной 1942 года в районе Ленинграда под Любаня, Любанская операция, в районе Демянска, Демянский котел. К сожалению, значит, гитлеры сумели высвободить свои окруженные войска там. Наконец, наши войска потерпели поражение в Крыму и пришлось сдавать Севастополь, который героически сражался 250 дней. И, наконец, очень сильное поражение было под Харьковом. Вот эти поражения, особенно на юге, привели к тому, что усиленная группировка вермахта повела широкое наступление с целью захвата Кавказа и Нижнего Поволжья. При этом группа армий Юг была разделена на группу А под командованием фельдмаршала Листа, которые шли на Кавказ за нефтью, и группа армий Б, которую возглавлял сначала фельдмаршал Бок, а затем генерал-полковник Вейхс. Группа Б должна была, в определенной мере, играла вспомогательную роль на этом этапе. Значит, главная группировка была группа А, а группа Б должна была просто гарантировать ее от удара с севера. И для этого, значит, группа Б, включающая в себя 6-ю полевую армию Паулюса, 4-ю танковую армию Готта, 8-ю итальянскую армию, они должны были захватить территорию, ну, потом румынские армии еще подтянулись, так, значит, они должны были захватить территорию от Воронежа до Низовьев-Волги. Ну, и главным, конечно, объектом перед группой Б стоял город Сталинград. В первое время, значит, гитлеровское командование не придавало большого значения городу Сталинграду. Ну, скажем, они знали, что это крупный промышленный центр, крупный транспортный центр. Но они все-таки считали, что задача была поставлена 25-го июля захватить город Сталинград сходу. А наступление они начали 28-го июня. Значит, буквально в течение месяца они собирались дойти до Сталинграда и одним ударом захватить этот город. Но, как выяснилось, не один месяц понадобился для Сталинградского сражения, а целых 6,5 месяцев. Сталинградская битва, как известно, делится на два этапа. Оборонительный этап, который начался 17 июля 1942 года и до 19 ноября 1942 года. Оборонительный этап занял 3 с лишним месяца. Так, и 3,5, по-моему, так. И второй этап это контрнаступательный или наступательный, когда советские войска, подготовив грандиозную операцию, кодовое название Уран, сумели в течение короткого времени окружить огромную группировку в районе Сталинграда. В количестве 22 дивизий и 160 вспомогательных частей. Ну, ее называют группировкой Фридриха Паулюса, потому что, конечно, главные войска это были 6-я полевая армия. Лучшая армия вермахта на тот период. Ну, надо отметить, что оборонительный этап, на оборонительном этапе войны из Якутии принимали меньшее участие. Хотя, вот по подсчетам Александра Александровича Калашникова, все-таки, вот я посмотрел, около 4 тысяч якутян приняли участие вот на оборонительном этапе. Ну, там, значит, гитлеровцы как бы прошли в три этапа до города Сталинграда. Сначала они начали бои на дальних подступах в Сталинграду, это, можно сказать, за рекой Дон. Затем они перешли Дон и начали борьбу на ближних подступах. Вот, значит, советские войска вынуждены были под натиском превосходящих сил отступать от рубежа к рубежу. И, наконец, преодолев вот ближние оборонительные рубежи, враг ворвался в город. 13 сентября начались бои в городе Сталинграде. И они будут продолжаться до контрнаступления, а фактически до капитуляции, значит, окруженной группировки. То есть, фактически до 2 февраля 1943 года. Надо отметить, что вот на этих трех рубежах оборонительных принимали участие якутяне. Ну, на дальних подступах меньше всего, значит, там примерно 250 якутян принимало участие. На ближних подступах до полутора тысяч. И уже в самом городе сражались свыше двух тысяч якутян. Это на оборонительном этапе. Ну, и, значит, на этом этапе гитлеровцы, хотя они взяли, захватили большую часть города, скажем, 80, чуть не 90 процентов. Они разрезали, ну, там две армии защищали город. 62-я, значит, генерала Чуйкова, позже маршала. И генерала Шумилова, 64-я армия. Ну, основную нагрузку несла 62-я армия. Она защищала, как бы, центр и северную часть города, южную часть города защищала 64-я армия генерала Шумилова. И вот, значит, гитлеровцы разрезали, особенно большие, конечно, усилия или удар пришелся на войска 62-й армии. Армия была разрезана на три части, прижата к Волге. На три анклава. Самый маленький анклав, он был вообще, как говорится, шириной 200 метров. То есть, простреливался из всех видов оружия. Но вот эти 200 метров и другие анклавы, и также 64-я армия героически защищалась, гитлеровцы так не смогли преодолеть до начала контрнаступления Красной армии. Субтитры создавал DimaTorzok